Всех приветствую, дорогие друзья, на нашем Рюкюанском Мирозавоевании. Ну что ж, начнем с того, что кое-какие улучшения проделаем. Сначала переведем часть флотилии вот сюда, проверим, как там у нас строительство галеонов идет. Строительство вроде как идет, но мы можем построить еще корабли, если мы хотим воевать и с Японией, и с очень сильной Европой. Нам придется построить еще галеоны. Вопрос только, где мы их будем сооружать. Если мы хотим бить Японию, то галеончики придется строить вот тут вот. Противояпонские галеончики. Сколько мы их можем? 8, 9 галеонов построить. У нас будет 12,5. Я думаю, что галеонов 20 нам хватит, чтобы разобраться с Османской империей. Если мы правильно все будем делать, то этого хватит. А вот тут вот мы закажем строительство японских галеонов. Противояпонских галеонов. Давайте, наверное, так и сделаем. 9 противояпонских галеонов. В прошлый раз мы справились с 12. В этот раз справимся с 9. Так, восстанавливаем наши силы. Настало время великих свершений. И я думаю, что мы перекинем пока что галеоны. Вот сюда, где мы их и будем видеть. То есть перевозим их вот на эту территорию. Может быть, я не говорю, что точно, но вполне может быть, мы будем воевать с Османской империей. Поэтому надо подготовиться. В каком сейчас состоянии Османская империя? У Османской империи 120 тысяч войск. Мало рекрутов. На чем можно их и словить. Но и у нас не так уж и много войск. И нам бы не помешала помощь Речи Посполитой в битве с Османами. Тем более, у речки много. Армии и речка вполне себе может дать достойное сражение. Хотя, может, мы Османов и без речки одолеем. Но да, проблема в том, что нам придется на эту войну очень много денег потратить. Правда, лимит армии у нас готов. 10 тысяч мы создали. Единственное, что надо бы, чтобы это были пушки. 7 тысяч и давайте несколько тысяч пехотинцев. Все. На максимум сделаем. Так сказать, подготовим антиосманское вторжение. Ну и раз так, то, наверное, эти 23 тысячи куда-то туда пойдут. Но и нужны те, кто будут справляться с восстаниями. В общем, надо где-то примерно подумать. Сколько у них тут? 30 чем-то тысяч? Закрыть мы их пока нигде не можем. Но это планы на будущее. Я не уверен, что я буду с Османами воевать. Прямо сейчас. Но такая идея где-то витает. И вот, чтобы дать этой идее возможность существовать, мы подготовим под нее основу хорошую. Так-то в войне против Османа нам очень пригодятся... Ну, мы можем не против Османа воевать. Мы можем, например, напасть на Тунис. У Туниса нету союзников. А если мамлюки станут моим вассалом, то вполне себе... О! Ну, вот видите. Фуло. Зря ты так. Я просто не хочу спешить с Османом по одной простой причине. Мне бы лимит армии увеличить, и потом можно против Османа выполнять любые боевые маневры. Есть восстание? Нет. Восстания нету. А, да. Давайте попробуем забрать у священников контроль над территориями. Чтобы они случайно не восстали. Семь, а у них пять. То есть мы, в принципе, можем себе позволить подобные маневры. И сколько это будет? Пять и пять. Два и два. Нормально. Все. Теперь священники не восстают. А мы получим в свой запас еще больше рекрутов. Только надо четыре, три, три. Ну что ж, это неплохо. Это уже лучше, чем был. Четыре админки, три дипки и три военки. Десяточка. Не шесть, 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 как хотелось бы. Но и далеко неплохой парень. Ки. Леня, это в честь тебя. Спасибо тебе за советы. Да, кстати, помните про канал. Ну-ка, не умирать. По идее, не должен погибнуть флот. И у нас есть наследник. Это хорошо. Наследник это всегда хорошо. Давайте закроем этот порт, чтобы быстрее осаду провести. Двадцать семь, жесть. Ну да, с таким воевать это жесть. Это надо лучше претензий на него клепать, чем пытаться с ним воевать. Так, двадцать шесть тысяч. Хорошее восстание. Соберем армии. Разобьем их. И тридцать три тысячи тут. Хорошо, что крепость. Так, конечно, сказать, что я готов давить такое восстание. Это немножко ошибиться. Двадцать пять тысяч против тридцати трех тут ничего не сделают. Тут надо помощь. И эти двадцать три тысячи мне должны помочь. Так, еменец вы присоединили. Теперь емена здесь нет. Емена вообще нет. А мне надо думать, как я собираюсь свои воины заканчивать. Ещё больше народа. Ну, ещё больше народа. Это хорошо. Воины сильные мне понадобятся. Есть ещё восстание. Восстаний пока нету. Блин, вот это вот плохо. Ладно. Немножко сепаратизма подсластит пилюлю. Давайте посмотрим, где ещё возможно восстание. Уйдём частью сюда. А часть будет находиться тут. Готовая в любой момент подавить восстание. Ну, и тут ещё эфиопские восстания могут произойти. Так что тоже не стоит очень сильно успокаиваться. Поэтому крепость лучше активировать. И эту, и эту. И тут держать войска готовыми. Можно помешать. Но я думаю, что они не захватят. Мы уже близко. Так что у нас по восстаниям. Восстаний новых нету. Отлично. 48 тысяч готовы. Сразить восстающих. Молодцы. Правда, рекрутов мы потеряли немало. Но это неизбежно. Если такие восстания случаются, то вы рекрутов ясное дело будете терять. В большом количестве. Всё. Вам сюда. А вам забрать вот этих воинов отсюда. На эфиопские территории. Наверное, даже лучше перейти куда-нибудь вот сюда. Так, опять пока восстаний нету. Кто-то внедряет институт. Это Османская империя. Ну что, стоит попробовать. Стоит попробовать. Вдруг мы можем их завассалить. Правда, это будет означать моментальную войну против Османской империи. Ой, а я бы предпочел с разными командчиками разобраться. Восемь дней. Окей. 172 дипломатических очка. Да, они готовы стать нашим вассалом. Либо мы можем тянуть эту войну. Может быть, Осман откажется от каких-то своих притязаний. На территории. Но таким образом мы прям влетаем в войну с Османской империей. А я хотел бы всё-таки, чтобы речка Посполитая мне помогла. Правда, прецедент помощи не очевиден. Свободный дипломат. Свободный дипломат. А ну-ка, давайте посмотрим. Может, мы можем уже заключить перемирие. Нам не обязательно, к примеру, захватывать. Их армии разбиты в боях и не раз. Но, тем не менее, они нагло хотят продолжать с нами цапаться. Боимся ли мы их? Нет, не боимся. Пусть цапается. 49.91. Через месяц возьмём. Такс. Такс. Все деньги мира наши. 40 тысяч у Османа тут. У меня где-то тоже около того. Ну, даже больше. Если свести все войска, то моих войск здесь будет, конечно же, больше. Ну, надо свести все войска, чтобы моих войск было здесь больше. Поэтому давайте попрем нашими армиями. Вот если что, я думаю... Магадиша. Риск восстания. 5.6. Ну, прям, прям вот не знаю. Можно, в принципе, решить эту проблему. И не стоять здесь, отправить армию сюда. Я думаю, что это даже полезно будет. 5.6. 5.6. 5.6. 6.6. Жис DARK. 6.7. 6.7. 7.7. Да ладно. Вот такие вот гады. И не захватить, и не перемирие заключить, и ничего. Хорошо. Есть такая вот яка. Ой, и тут много чего есть. 22, 22, 20, магадишу. Чтобы больше рисков в Астане не было, можно отправить в магадишу. В принципе, да, это вариант. Это решение проблемы. О, один галеончик готов. Сюда его закинуть. Как там, кстати, наши галеончики поживают? Восстановились до 59. Пусть плывут сюда. С Патэ тоже разобрались. Кстати, насчет Патэ. Патэ можно добавить теперь в торговую компанию. Таким образом, скинув здесь автономию. И это означает, что вполне себе можно построить здесь верфь. Чтобы увеличить лимит. Так, ламу. Ламу, если мы хотим добавить в торговую компанию, то тоже нужно. Ламу, ламу, ламу. Где ты, ламу? Но только проблема в том, что ламу, конечно, не первоочередная задача. Далеко не первоочередная по религиозному единству. До 614. Можно с Зимбабве разобраться лучше, чем с ламу. Не там, не там, не будет восстания. Ладно, хорошо. Пусть будет Зимбабве. Без разницы. У нас, по идее, сейчас достынет еще одна провинция. И мы со всеми прибрежными сунитами попробуем разобраться. Так-то у нас так выходит, что мы обезопасили такую неплохую территорию для себя. Но надо продолжать проводить те же самые операции. Сколько? 87. 87. Да что ж с этими индейцами-то такое, что они никак. 71, ну? Так, ну там тоже готов. Замечательно. Но, мол, там не наш торговый узел, так что лезть сюда пока с мануфактурами мы не будем. Проблема Яки в том, что она очень быстро будет перекрещена. Буквально 10 месяцев. А это 20 религиозного единства. Поэтому пусть будет Яка. Встанем где-то тут рядом с Якой. Если что, подавим восстание. Так, я думаю. Мы вполне можем себе позволить... Блин, еще одну тысячу можно нанять. Мы вполне можем себе позволить уже о перемирии с ними поговорить. О, наконец-то. Ну что, Османская империя? Заблокировала ты нас со всех сторон. Что если мы разобьем твои армии? Ты воюешь с мамлюками. Мамлюки становятся нашим вассалом. И это оборонительная война, в которую, по идее, речка Посполитая вступит. Просто идеальный расклад. А что, давайте попробуем. Вдруг это реально для нас супер шанс. Ты наш вассал. И мы воюем в оборонительной войне против Османской империи. Ты забываешь претензии на две наши территории. Платишь нам денежку. Да, это стоило дорого по дипке. Но это дало нам сразу максимум престижа. Правда, с чего я взял, что речка должна вступить в эту войну. А ну-ка, попробуем раскатать Османчика. 1, 4, 4, 0. Ну, начал ты войну. А ты к ней вообще хоть готов? Морально. Виртуально. Рассчитывал на помощь речке. Красава. То есть, если мы успеем закончить те войны с индейцами, то... Охо. Охо. Рассчитывал на помощь речка. 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 Ого, ого, ого Ого-гошеньки Ого-гошеньки Так, если я хочу подавить это восстание То мне надо наемников кучу нанять А потом сразу их распустить И дать сюда такого командующего Который пробьет Любого повстанца Так, османчик, сколько у тебя? 5, 24, 23, 15 Мы их не видим Но если османчик попробует высадиться Вот это будет ему ловушечка Да, что-то прям ни с того ни с сего И война у нас нарисовалась Пошли захватывать эту крепость Медленно ты идешь Вот так вот лучше Медленно ты Медленно ты Медленно ты Медленно ты Медленно ты кендал антеморо это вообще где уровень автономии увеличение обмена хорошо пусть уровень автономии увеличивается уж чем жертвовать не будем точно так это такс калифорния и плевать на все отлично речка то вошла в эту войну это хорошо это вообще хорошо это очень хорошо так что не зря затеяли великие военные походы и компании это было правильным решением а теперь это как-то надо все выиграть и сейчас мы попробуем это сделать так супер лидер супер командующий великий боевой парень иди сюда захватить помочь и готовится сразу переправить если что дополнительные войска вопрос по восстаниям здесь не вообще собираются случаться что-то не похоже да кашмир ирак конга блин ну в ираке тут восстание может случиться поэтому не спешил постоял бы тут красавцы если затащим будем вообще супер красавцами январь шестьсот восьмого январь шестьсот восьмого надо подумать ладно друзья наверное на этом серию закончим ну как кое-какие действия еще сделаю претензию пока есть возможность ай надо сделать претензии девяточка двадцать восемь тринадцать на крепость наверное претензию сделаем будем вот так вот их захватывать все больше не надо делать сюда претензии дипломаты нам сейчас понадобится встретимся в следующей серии удачи вам друзья и хорошего настроения не забывайте про стрима на втором канале от рогатой жабки